Татарстан 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 Пострадал тоже, да? Стены, трещины, налог тоже. Окна все выбил. Одного увозили издалека, только мы на той стороне стояли. Это уже час тому назад. Всю ночь врачи боролись за жизни пострадавших в завалах. Сейчас их состояние оценивают как разной степени тяжести. И даже когда битва за жизнь будет выиграна, еще неизвестно, как придется бороться за здоровье людей. Однако куда больше вопросов вызывает судьба соседа пострадавших, 70-летнего пенсионера, в квартире которого предположительно и произошел взрыв. Дело в том, что мужчина проживал в жилище один, состоял на учете у нарколога, страдал алкоголизмом. Мужчина, в квартире которого был эпицентр Хлопка, проживал один и состоял на учете у врача-нарколога, как лицо, заупотребляющее спиртными напитками. В 2010 году он отказался от услуг газоснабжения, и газопровод, ведущий к газоплите, был перекрыт металлической заглушкой. У него комбинированная травма, состояние его тяжелое, он находится на искусственной вентиляции, мы продолжаем лечение. Сейчас следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Первое, взрыв произошел по неосторожности при эксплуатации газа. Второе, из-за некачественного оказания услуг газоснабжения. По некоторым данным, мужчина сам сделал незаконную врезку к газу. Но сейчас проверяются все версии случившегося. Возбуждено уголовное дело. И, конечно, по следам трагедии невозможно не вспомнить еще одну, не менее страшную, которая произошла всего-то весной этого года. 29 марта в Зеленодольске такой же пожилой мужчина, 87 лет, по предварительной версии, до предела выкрутил все форсунки своей газовой плиты, после чего раздался мощнейший взрыв. Пострадали семь человек, погибли двое, в их числе и сам пенсионер. Тогда тоже говорили о том, что 87-летний пенсионер проживал в квартире один. После смерти жены и сына пристрастился к спиртному. И неоднократно обещал соседям открыть газ и взорвать дом, что в итоге и произошло. По факту Зеленодольского происшествия было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям. Причинение смерти по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью, халатность. В случае с набережными челнами уголовное дело возбуждено пока лишь по статье о выполнении работ либо оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование продолжается. А уже на следующий день, на этот раз в Казани, совершенно случайным, бдительным людям удалось предотвратить, быть может, такую же трагедию. Инцидент произошел в доме по улице Толбухина. Как уверяют соседи, один из жильцов пытался взорвать многоквартирный дом, открыв газовые конфорки. Он забаррикадировался на кухне и ждал, пока произойдет взрыв. А сам при этом был в неадекватном состоянии. Газовиков на Толбухина 21 вызвали испуганные жители, которые почувствовали резкий запах газа. Специалисты зашли в квартиру и обнаружили, что вход в кухню завален холодильником и различными вещами. Бригада сразу же перекрыла газ и вызвала полицию. Неадекватного мужчину задержали. Соседи в разговоре с нами рассказали, мужчина любитель запрещенных веществ. Абсолютно неадекватный. Ну, в каком плане? Употребляет он наркотики? Ну, я слышал, что он наркотики употребляет периодически. Но и без этого у него таракана в голове. Он абсолютно неконтактный. Лишь чудом удалось избежать трагедии. Нехорошая квартира расположена на седьмом этаже, и взрыв мог бы унести множество жизней. И такие неадекватные соседи, оказывается, живут во многих казанских домах. Никто не будет спорить, что таких необычных, мягко скажем, соседей в каждом доме по одной, а то и две штуки. Кто-то копит мусор в квартире, другие разводят живность в бешеном количестве. Как кошек, так и тараканов, кстати. Третьи вот пытаются дом взорвать. Причем порой даже не важно, новый дом это или старая хрущевка. Как законными путями можно избавиться от такого неприятного соседства? Мы сейчас спросим у адвоката Николая Иванова. Он на прямой связи со студией. Николай, здравствуйте. Подскажите, что могут сделать жители, если в их доме живет асоциальный сосед? Обязательно нужно собирать доказательства противоправного поведения жильца. Например, записать разговорный тиктофон, неадекватные действия на видеокамеру, мобильные телефоны, смартфоны у каждого из нас позволяют это сделать. Собрать показания других жильцов, которые стали свидетелями инцидента. Возможно, привлечь сотрудников управляющей компании для фиксации нарушения. Необходимо фиксировать все свои звонки в полицию, в скорую помощь, в другие выполномоченные органы. Факты сами обращения в выполномоченные, правоохранительные, либо иные органы являются доказательным противоправным поведением вашего соседа. Если принятые меры не принадлесли никакого желаемого результата, необходимо набраться терпения, собрать волю в кулак и уже обращаться в суд с отсысковым заявлением. Либо о приведении жилого помещения в надлежащее состояние, либо вообще о выселении данного гражданина, который мешает вам и вашим соседям также жить из жилого помещения. Спасибо, Николай, за разъяснение. На прямой связи со студией сейчас был адвокат Николай Иванов. Тем временем в преддверии длительных ковидных каникул татарстанцы вместо того, чтобы посидеть дома, поспешили на заморские курорты. По оценкам туроператоров, спросы на туры в эти даты с 30 октября по 7 ноября взлетели на 25-30%, а рейсы уже заполнены более чем на 75%. Видимо, наши люди немного неверно поняли само назначение длительных выходных. Туроператоры счастливы и с удовольствием поднимают цены, а лидируют в запросах граждан, вернувшись в свою популярность Египет. На втором месте старая добрая Турция, на третьем дорогие Арабские Эмираты. День с ночей и отлично у нас куроки. Представители турфирм не разделяют точку зрения, что их предложения небезопасны для здоровья. Многие говорят, что работают в рамках строгих мер и отмечают небывалый интерес к отдыху в последние дни октября. Многие устремились на Кипр, Турцию и другие теплые края. Количество страховых случаев на сегодняшний день там не растет. Объявили выходные, да, такие. Их даже кто-то называет ковид-каникулы. При этом запретов на выезд и на въезд в страны нет. В принципе, во все страны можно попасть либо только с QR-кодом, либо с ПЦР-тестом. Какие-то страны, например, такие как Эмираты, даже если у вас есть QR-код, вы в любом случае сдаете ПЦР-тест. Важно понимать, запрета на подобного рода туры, конечно, нет. Но Роспотребнадзор выступил на неделе с обращением. Время дано не для отпуска, а банально, чтобы поток пациентов хоть немного поутих, чтобы врачи имели возможность выдохнуть. Более того, санитарные врачи рекомендуют в целом оставаться дома и даже отказаться от приема и посещения гостей. Тем временем в России все больше начинает набирать популярность вакцинный туризм. Речь идет о турах, когда можно одновременно съездить и в Европу и сделать себе прививку, что логично европейскую. Трехдневные туры в Сербию, Германию, Венгрию и Армению продают за несколько сотен евро без учета расходов на перелет. Кроме иностранной вакцины, покупатель получает обзорные экскурсии и проживание с разной степенью комфортности. Потребность в иностранной вакцине есть у тех, кто хочет беспрепятственно путешествовать по Европе или другим странам, либо продолжительное время жить за границей. А это примерно 0,5% от населения страны. Есть еще одно важное замечание. Даже если сделать такую заграничную прививку, в России она котироваться не будет. У нас человек привитый иностранной вакциной приравнивается к невакцинированному вовсе. Тем временем наши отечественные татарстанские ательеры и экскурсоводы уже готовятся подсчитать убытки. В эти каникулы турпоток по их подсчетам может упасть на 70-80%. И это после удачи прошлого года, когда в Казань приехало рекордное количество туристов. Причем получил их не только Кремль. Турпоток в Тетюше в первом полугодии вырос на 194%, в Свияжск на 156%. В этом же году у крупных компаний в день всего по 2-3 экскурсии. Клиенты не бронируют групповые туры, хотя раньше на ноябрьских праздниках школьники и представители профсоюзов составляли существенную часть гостей города. Ожидания у местных туроператоров пессимистичны. Хотелось бы, чтобы люди приехали, все хотя бы забронированные туры состоялись. Но в связи с реалиями того, что с 28 числа начинается локдаун в Москве, я думаю, что он коснется и нашего Татарстана. И будем как в пандемию сидеть дома. Спрос на татарстанские отели пока не упал. Специалисты говорят, что падать было уже нечему. Основной отток туристов, по их мнению, связан с введением QR-кодов. Клиенты интересуются ограничениями в республике и когда узнают, что необходим код, не решаются бронировать номер. В настоящий момент есть отели, в которых загрузка на ноябрьские праздники составляет всего 10%. Еще одна проблема отельеров — сокращение окна бронирования. Если раньше люди старались запланировать отпуск сильно заранее, то сейчас звонят всего за несколько дней. На самом деле это началось еще в 2020 году, когда снимались первые ограничения, мы уже заметили этот тренд, когда отель может с понедельника по четверг стоять абсолютно пустым, а, например, начиная с пятницы с утра будут прям падать и падать бронирования новые. Теперь ситуация с туризмом в Татарстане может улучшиться, только если жители других городов решат ехать в последний момент, когда будут уверены, что новых ограничений не последует. Но готовятся татарстанские представители туристического бизнеса и к обратному варианту — полному локдауну. Зарплаты в России выросли на 10%. Такие данные на неделе представили федеральные аналитики. Речь идет о так называемой медианной зарплате, иначе говоря, средней. Так вот, лидерами по росту зарплат стали сферы информационных технологий и коммуникаций, рост на 13,5%, финансы и страхования — 13%, сфера торговли — 12,9%, гостиничный и ресторанный бизнес тоже стал зарабатывать больше, в строительстве повысили зарплаты на 12,5%. Также получать стали больше работники сельского хозяйства и специалисты по добыче полезных ископаемых и транспортировке. Если мы говорим про средний доход, так скажем, нашего населения, то он составляет зарплату, средняя зарплата составляет 42 тысячи рублей. И если мы говорим с вами про рост, так скажем, год к году, то он составил практически 3,5%, по крайней 10%. А вот сотрудники здравоохранения оказались в минусе, их зарплата снизилась на 0,9%. Вроде, может, и копейки, но немного несправедливо в эпоху-то ковида. В целом же ковидная ситуация по стране по-прежнему остается более чем напряженной. С каждым днем количество новых случаев ковида только увеличивается. Свыше 40 тысяч в день. А число смертей в сутки давно перевалило за 1100. Прекрасно это отражают и графики оперштаба. Смотрите сами. Вот уже несколько недель кривая выявляемости идет только вверх. Коллективный иммунитет в стране пока остается на уровне примерно 47%. Эта цифра, конечно, тоже ежедневно растет, но далеко не в тех количествах, что число заболевших. И тем не менее, ситуация с каждым днем ухудшается. Теперь уже ежедневно в республике выявляют по 200 новых случаев ковида. Всерьез намерены власти взяться и за транспорт, а именно проверку масочного режима. Не секрет, что именно здесь, скорее всего, и получает распространение ковид. Столько разных людей вплотную друг к другу в закрытом узком пространстве. Ну как тут не заболеть? Именно поэтому на этой неделе возобновились ежедневные проверки в трамваях и троллейбусах. В рейды по разным остановкам направлены группы проверяющих, которые и выявляют без масочников. У нас сразу правительство, а? У нас потребность в правительство, что ли? Мы перевозчики, нас требуют, чтобы пассажир ездит все в масках. Мы не требуем лишнего. Уважаемые пассажиры, трамвай будет стоять до тех пор, пока пассажир не выйдет с вагона или не оденет маску. Из-за этой пассажирки противницы масочного режима трамваю пришлось встать. Она пыталась убедить контролеров. Все эти противоковидные меры недейственны. Ее даже поддержали некоторые пассажиры. Правда, те были в масках. Кто-то предложил женщине запасную маску, но она принципиально отказалась. От чего? Ваша маска вас защищает? От вируса? Вы медик? Не медик. Вы хотя представляете себе, что такое вирус? Что такое отверстие в маске даже? Сама маска что это такое? У нас нет масочного режима. И вот таких пассажиров в каждом салоне в день по 10 штук, признаются кондукторы. И сами удивляются. Если уж нет страха зародить других, неужели не страшно самим подхватить инфекцию? Кроме того, один такой антимасочник может задерживать весь салон. По правилам, если пассажир отказывается соблюдать масочный режим, транспорт не сможет продолжить движение. Рейды прошли на неделе и в автобусах республики. Здесь вообще к проверочным мероприятиям просят начать привлекать и правоохранителей. Дело в том, что на замечание кондукторов люди без масок уже не реагируют. Вступают в перебранку, все это сильно задерживает движение. А вот если рядом появляется сотрудник преисполнений, разговор выйдет гораздо короче. Либо не хотят одевать, игнорируют, либо говорят, что это бесполезно. Вот такое мнение. Я, конечно, драться не буду, спорить не буду. Мое дело предупредить. И правда, рейды по безмасочникам показывают люди, надевая защитные маски, лишь увидев проверяющего в форме. Однако, когда ревизор покидает салон транспорта, пассажиры тут же снимают средства индивидуальной защиты. В Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана предлагают устраивать рейды совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел. Ведь у них есть полномочия штрафовать граждан на месте. Такая мера будет намного действеннее. Мы их предупреждаем. Но цифра, если сравнивать с прошлым месяцем, такие пассажиры, кто-то отучается, но кто-то продолжает ездить. И поэтому мы считаем, что таких пассажиров отучить могут только штрафы. Всего с начала октября в ходе рейдов были выявлены 14 тысяч нарушителей масочного режима. В особо хлебные дни их количество достигает 700 человек. Кстати, что касается детей, их за отсутствие средств защиты с маршрута не высаживают. Однако и родители все же просят обеспечить малышей масками, чтобы обезопасить и себя, и остальных. Вот такими были главные итоги рабочей недели нашей республики в числах. Это был Дайджест новостей. Это Тарстан в цифрах. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин